Время новостей на телеканале Губерния 33. Для вас работает информационная служба. В студии Илья Лопушенко. Здравствуйте. В начале выпуска последняя информация об эпидситуации в регионе. Число зараженных коронавирусом во Владимирской области увеличилось до 259 человек. За сутки зарегистрировано 34 новых случая. 9 новых заболевших выявлено во Владимире, 8 в Коврове, 6 в Петушках, 3 в Муроме, 3 в Гусьхрустальном. По одному случаю в Кольчугинском и Кижайском районах, Судок, Де Александрове и Юрьевпольском. В регионе перепрофилируют медучреждения для приема больных с коронавирусом. Отделение для лечения от пациентов с COVID-19 открылось на базе Ковровской ЦРБ. Оно рассчитано на 60 мест. Большинство коек оснащены кислородом для аппаратной поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью. По рекомендациям Минздрава, всего в Владимирской области должно быть не менее 679 коек для лечения пациентов с COVID-19. Более 500 в регионе уже функционируют. Президент России Владимир Путин провел видеосовещание с главами регионов. В нем принял участие и Владимир Сипягин. Он поблагодарил президента за поддержку в борьбе с распространением коронавируса и сообщил о принимаемых мерах в 33 регионе. Во время видеоконференции губернатор Владимир Сипягин обратился к президенту с просьбой перенаправить средства из федерального бюджета на строительство нового инфекционного корпуса при областной детской клинической больнице вместо акушерского корпуса в Коврове. Глава государства поддержал инициативу Владимира Сипягина. Также президент сообщил, что на оснащение медучреждений в регионах России будет дополнительно направлено еще 36 миллиардов рублей. Обращаю внимание, эти средства нужно использовать эффективно, аккуратно и в высшей степени рачительно. При этом напомню, что на поддержку регионального здравоохранения ранее уже были направлены значительные ресурсы более 50 миллиардов рублей, в том числе свыше 33 миллиардов рублей на переоборудование стационаров и оснащение коек для больных коронавирусной инфекцией. И еще 17,7 миллиарда рублей на закупку современного медицинского оборудования и техники. Включая, кстати говоря, и аппараты искусственной вентиляции легких, о которых мы сегодня говорили, и машины скорой помощи. В ближайшее время будет также сформирован дополнительный федеральный резерв лекарств и оборудования, а также средств индивидуальной защиты для медицинских работников. В своем отчете перед главой государства губернатор 33 региона Владимир Сипягин отметил, что в области, как и во многих других регионах страны, наблюдается дефицит медицинских работников. Число врачей-инфекционистов составляет 28% от необходимого количества, врачей-реаниматологов – 53%, а врачей-пульмонологов – 24% от потребностей. В соответствии с приказом Минздрава в ближайшее время к работе приступят 372 медика других специальностей. В рамках образовательной программы они в том числе научатся использовать аппараты искусственной вентиляции легких. Существует также недостаточная обеспеченность медицинских работников средствами индивидуальной защиты. За последний месяц на выпуск СИЗов было перепрофилировано в регионе порядка более 80 предприятий региона. Также проводится системная работа с соседними регионами. И, конечно, большое спасибо Минпромторгу России. Но при этом существует сложность закупки сертифицированных противочумных костюмов, респираторов, очков, имеющих, и вот это надо подчеркнуть, регистрационное удостоверение для учреждений здравоохранения. Еще одна задача, стоящая на повестке, это связано с проведением ПЦР-диагностики. Мы увеличили число лабораторий с 3 до 6. Нарастили количество исследований со 150 до 600. Уверен, выйдем на максимальную мощность в ближайшее время на 1300 в сутки. Но при этом сейчас уже возникли трудности. На рынке нет лабораторного пластика. Все мероприятия по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Ланевской области оцениваются в 2,1 миллиарда рублей. 1,429 миллиарда рублей бюджетной росписью уже предусмотрено. Из них 301 миллион рублей – это средства из федерального бюджета. Я хочу сказать большое спасибо за эту значительную помощь. На перспективу области необходимой поддержки еще в размере около 700 миллионов рублей. Заявки нами отправлены. Сегодня в социальных сетях появилась информация об открытии на базе родильного дома номер 2 во Владимире госпиталя для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Департамент здравоохранения официально заявляет, что эта информация является недостоверной. Родительный дом продолжает работать в штатном режиме и прием больных с COVID-19 здесь не планируется. С учетом эпидситуации во втором родильном доме будут принимать всех женщин с симптомами простуды и ОРВИ. Здоровых пациенток медучреждения с их согласией с учетом показаний врачей переведут в областной перинатальный центр и акушерский корпус областной клинической больницы. Женщины, которые были прикреплены к консультации второго роддома, будут рожать в областном перинатальном центре. Рожениц, стоящих на учете в шестой консультации, отправят в областной акушерский стационар. В патологии второго роддома находилось 35 пациенток. В настоящее время их выписали или направили в другие лечебные учреждения. Принимая такое решение, Департамент здравоохранения учитывал рекомендации Министерства здравоохранения и опыт других регионов страны. Эти меры необходимы для безопасности пациенток роддомов. Цель одна – обеспечить безопасность для наших будущих мам. Я хочу сказать, что родильный дом номер два обладает необходимым персоналом, оборудованием для оказания качественной и безопасной медицинской помощи. На сегодняшний момент во втором роддоме есть и палаты, оборудованные и кислородом, и аппараты искусственной вентиляции есть. Во Владимирской области утвердили порядок ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Документы от многодетных родителей начнут принимать с 1 июля. Сегодня губернатор Владимир Сипягин подписал соответствующий указ. На поддержку могут рассчитывать 23 тысячи семей Владимирской области. Данная выплата равняется половине величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе на второй квартал 2020 года. Ее размер составляет 10 768 рублей. Региону на выплату пособия потребуется почти полтора миллиарда рублей. Директор департамента соцзащиты населения Любовь Кукушкина ответила на один из самых популярных вопросов родителей по этому виду финансовой поддержки семей. Или если, например, на 1 января имел право, и там 7 лет было, и там несколько месяцев, а предположим, на 1 июня уже там 8 лет стал ребенок. Но за тот период, с 1 января, там, например, по март месяц право было, значит, следует подать заявление, и выплату, расчет ее будет произведен. Право на выплату имеет лишь один родитель или законный представитель ребенка. Главное условие получения финансовой поддержки – наличие российского гражданства. Также семья должна постоянно проживать на территории области. Если родители обратятся за выплатой не позднее полугода, со дня достижения ребенком возраста трех лет, им перечислят деньги сразу за 6 месяцев. Во всех остальных случаях поддержка будет осуществляться с момента обращения родителей в органы соцзащиты по месту жительства. Живут почти без еды, лекарств и денег. О бедственном положении приюта для бездомных «Теплый дом» в Камешковском районе мы уже рассказывали в одном из наших выпусков. Из-за введенных ограничений обитатели приюта лишились поддержки благотворителей. Но на наш материал откликнулись сразу несколько волонтерских организаций. Подробности расскажет Татьяна Гордеева. Здравствуйте. Здравствуйте. Волонтеры помогают бездомным. В приют «Теплый дом» в деревне Новая Быковка Камешковского района они привезли продукты, одежду, предметы быта и личные гигиены, стройматериалы. Наша была задача их, чтобы они были не голодные. И чтобы у них была и одежда, и продукты, и даже стройматериалы. Огромное спасибо, что люди дают все. То есть начиная от постельного белья и продуктами, и стройматериалами. Бабушки напекли куличи. О проблемах приюта мы рассказали в эфире телеканала «Губерния 33» две недели назад. Из-за пандемии коронавируса бездомные остались без средств к существованию. Постояльцы потеряли работу, а благотворители перестали помогать деньгами. Прошлый приезд наши съемочные группы бездомные питались одной картошкой. Единственная женщина в приюте Надежда Фролова не знала, что приготовить на обед. Сегодня продуктами заполнен не только холодильник, но и вся кухня. И постояльцы заметно повеселели. Я сегодня суп гороховый сварила с тушенкой и кашу гречневую с котлетами с рыбными. Мясо раньше вообще не видели, а сейчас хоть видим. Дай Бог вам здоровья, всего. Помочь приюту решили сразу несколько благотворительных организаций. Они разместили просьбы о помощи в социальных сетях. Кинули клич в интернет. Слава Богу, что ответило очень много народа, откликнулось. Были рады о помощи любой. Мы были даже рады принять кусок мыла, потому что они на самом деле в этом нуждаются. Собрали довольно-таки много. Мы собрали газель, стройматериалов. Материалов, целую машину, грузовую, вещей. Организаторы приюта благодарны всем волонтерам. Теперь у бездомных есть не только запас продуктов, но и появилась возможность закончить новый корпус, который строит приют. Списки я уже тоже мне попросили, я подготовил, что нам необходимо для завершения строительства нового корпуса. Вот. Ну, в общем, будем надеяться. Приют «Теплый дом» существует больше трех лет. Сейчас здесь 12 бездомных. Все они по разным причинам лишились жилья. Евгений Титов жил под Москвой, в молодости снимался в кино. В 90-е потерял работу, потом и семью. Около 10 лет назад мужчину сбила машина. Квартиру пришлось продать и переехать в Вязнике, в старый дом. Жить там практически невозможно. Вода на улице, туалет на улице. Там едет столько газ и свет. Больше нет ничего. Я снимался в трех фильмах. Это фильм «Стеклянный лабиринт», «Стервятники на дорогах» и «Облако рай». Ну, а потом в 90-х киностудии начали рассыпаться, все стало закрываться. В приюте Евгений получил шанс начать новую жизнь. По словам руководителя организации, благодаря помощи волонтеров «Теплый дом» теперь сможет принять больше людей, которым нужна крыша над головой. Татьяна Гордеева, Егор Герасимов, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33. В регионе ввели запрет на заказные перевозки из-за невозможности контролировать соблюдение мер безопасности. Действовать он будет во время режима повышенной готовности. Заказные поездки стали организовывать нелегальные перевозчики. Они не проводят дезинфекцию салонов автобусов и не выполняют предписания главного санитарного врача. В условиях распространения коронавируса такие перевозки могут ухудшить ситуацию на территории региона, считают в администрации области. Запрет на заказные перевозки не распространяется на работу общественного транспорта и такси. Также разрешены перевозки работников организации от места жительства до работы и обратно. Владимирский центр животных «Валента» на грани банкротства. Из-за эпидемии коронавируса материальное положение организации значительно ухудшилось. Долги исчисляются сотнями тысяч рублей. Мои коллеги разбирались в сложившейся ситуации. Сейчас во Владимирском приюте «Валента» живут 170 собак и кошек. Выживают животные только благодаря скудным пожертвованиям неравнодушных людей. Руководитель общественной организации «Центр животных «Валента» Валентина Сокова говорит, что они рады буквально каждому рублю. Мы не можем сейчас уже оплатить коммунальные услуги. Но задолженность по зарплате у нас тянется уже давно, больше полугода тянется. Мы частично гасим, оно растет, гасим, растет. А коммуналка буквально за месяц мы не выплатили, вот второй пошел. Если мы еще и май так посидим, то придется банкротство объявлять. Еще недавно приюту активно помогали предприниматели. Но в разгар пандемии многие бизнесмены, не раз выручавшие «Валенту», сами оказались на грани банкротства. В приюте говорят, что им нечем кормить животных. Каждый день необходимо минимум два больших мешка сухого корма. Примерно 26 килограммов. Если карантин продлится далее, а он, скорее всего, продлится, судя по последней информации, то действительно в приюте начнет не хватать корма. Без поддержки со стороны населения, конечно, приюта будет очень-очень сложным. Невозможно практически. Неоценимую помощь приюту оказывают волонтеры. На сегодняшний день это всего 10 человек. Наталья Бердикова помогает убирать вольеры, кормит и выгуливает собак. В основном остались волонтеры, у которых здесь есть свои подобные. Ну, кураторские собаки. И кто знаком с внутренним распорядком, режимом кормления, прогулок. Мы надеемся все-таки, что это скоро закончится. И мы войдем в обычный ритм. В центре животных Валента верят, что приюту помогут неравнодушные владимирцы. Подробную информацию о том, что сегодня особенно необходимо брошенным животным, можно узнать по телефону и на страницах центра в соцсетях. Ирина Начерова, Павел Новиков, Егор Герасимов. Губерния 33. Всем работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше будет оформлен еще один больничный. Об этом сообщает Фонд социального страхования. Постановлением правительства с 20 по 30 апреля продлен механизм оформления листков нетрудоспособности для работающих пожилых людей, которые соблюдают карантин. Работодатели должны перевести всех сотрудников старше 65 лет на удаленную работу и выплачивать им полную заработную плату. Если дистанционка невозможна, руководители компании имеют право передать сведения о людях из группы рисков в Фонд социального страхования. В этом случае пожилым людям оформят больничный. Для назначения пособий не надо заполнять документы. Деньги перечислят напрямую из средств Фонда социального страхования. Сегодня в России отмечают День донора. Несмотря на пандемию, областная станция переливания крови работает в штатном режиме. Как поощряют доноров и что нужно, чтобы им стать, выяснили мои коллеги. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Обрабатываем ручки. Идет обрабатываем. Наберем температуру. Алексей Соков идет на сдачу крови в первый раз. Молодой человек считает, что сейчас это особенно важно. Алексей решил стать донором по моральным принципам, а не за деньги. После заполнения анкеты молодой человек сдает общий анализ и определяет свою группу. Есть что сдавать. Сейчас мы будем делать группу крови по системе АВ-0 и системе КЕЛП. И будем делать общий анализ крови. Кроме Алексея, на сдачу крови в день донора пришли около 15 человек. В честь праздника один из сервисов такси сделал бесплатные поездки до станции переливания и обратно. Алевтина Порошина сдавала кровь более 40 раз и является почетным донором. Для нее это не только помощь окружающим, но и дополнительные бонусы от сдачи. В первую очередь, если я пришла еще 18 лет, мне было, наверное, хотелось помочь. Еще обстоятельства те, что отгула на работе, это однозначно. Это самый важный фактор, то, что можно воспользоваться дополнительными днями. Чтобы сдать кровь, нужно в течение двух дней придерживаться определенной диеты и ограничить употребление спиртного и сигарет. Ни в коем случае нельзя приходить на станцию переливания с симптомами ОРВИ. Стоит отметить, что коронавирусная инфекция не передается через компоненты крови, поэтому специального анализа на него не проводят. Если все правила соблюдены, то донору с собой необходимо иметь только паспорт. В принципе, наша целевая аудитория – это здоровые люди, и мы рассчитываем, что люди здравомыслящие и с чувством недомогания не пойдут на станцию переливания. Но, в общем-то, мы в таком режиме работаем всегда, и эти требования даже в обычное время к донорам предъявляются. В среднем забор крови длится около пяти минут. Забирают 450 миллилитров крови. Медсестра рассказала, что бывают случаи, когда люди теряют сознание, но случается это крайне редко. Для Алексея все прошло достаточно легко. Молодой человек не ощутил даже головокружение. Повязочку два часа не снимаем. Пить есть все, что хочешь. Желательно больше жидкости пьем. Сейчас померяем давление. Если давление будет хорошее, пойдешь в кассу, там получишь денежку – 570 рублей и справочку два дня отгула. Я не знаю, буду ли сдавать через два месяца. Думаю, что да, потому что, ну, скажем так, первый опыт оказался удачным. И ко мне, наверное, придет понимание того, что стоит продолжить и дальше, ну, потому что это правильное и нужное дело для всех. Сейчас в регионе около 9 тысяч доноров. А в год областная станция переливания заготавливает примерно 14 тысяч литров крови. Больше всего у вас требована самая редкая – четвертая отрицательная. По словам главного врача, на данный момент ситуация с заготовкой крови и ее компонентов стабильная. Связано это со снижением плановых хирургических операций во время пандемии. Станция переливания крови работает в штатном режиме и будет продолжать принимать доноров, даже если ситуация с распространением коронавируса ухудшится. Ольга Ельфимова, Константин Миронов, Олег Маньков, Куберния 33. Региональное управление МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. В охторник и среду в регионе ожидаются сильные порывы ветра. Погода ухудшится уже завтра в первой половине дня. Порывы северного ветра могут достигать до 20 метров в секунду. Это может стать причиной обрыва линии электропередач, обрушения рекламных щитов и конструкции падения деревьев. Региональное управление МЧС просит жителей соблюдать осторожность, а в случае происшествия звонить на телефоны спасения. Верующие отметили праздник Пасхи. Впервые за трансляцией богослужения можно было наблюдать в прямом эфире нашего телеканала. В этом году во Владимире пасхальная служба состоялась не в Успенском соборе, а в храме Рождества Христова, Богородицы Рождественского монастыря. Светлое Христово воскресенье не завершает церковные празднования, а лишь открывает череду православных событий. Пасхальная неделя будет длиться до следующего воскресенья. В это время у верующих принято вести более скромный образ жизни, больше отдыхать и делать добрые дела. Христос воскресе! Во Истину воскресе! И же во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Польского Златоустого, слово огласительное, во святый и святоносный день преславного и спасительного Христа Бога нашего воскресения. На сегодня это все новости. Оставайтесь дома, оставайтесь вместе с нами и будьте в курсе всех событий, которые происходят во Владимире и регионе. Еще больше информации вы найдете на нашем сайте trc33.ru. И сразу после выпуска новостей смотрите программу «Здесь и сейчас». Ее ведущая Ксения Воронина уже в студии. Ксения, добрый вечер. О чем сегодня пойдет речь в программе? Илья, добрый вечер. Сегодня поговорим о противопожарной безопасности и о нашем не очень экологичном и правильном поведении. Мы работаем в прямом эфире. В студию вернемся через пару минут. Не переключайтесь.